Большой город — это удивительное место, где за каждым поворотом тебя ждет успех и удача. Главное только поверить в это. А еще здесь совершенно случайно можно встретить того, кого ты видела в самых сокровенных снах. Нет, конечно, есть опасность повернуть туда и упустить свою судьбу, но у меня все получится. Я точно стану знаменитой и встречу свою любовь. Вот когда встанешь, встретишь. Да дай звонить. Будет квартира, свободно. Встал. А пока… Выметайся. Итак, две недели бесплатно тут просидела. Давай. Едешь? Куда? Вниз. Нет, я приехала в этот город, чтобы подниматься только вверх. Привет. Хотела тебе от крымашка отдать. Спасибо. Пожалуйста. С руки я себе уже новую купил. А зачем? Посмотри, какая у нее крутая рукоятка. Мне тоже очень нравилась. Ну, оказалось, что я две недели без нее не могу прожить. Прости. У меня были неприятности на работе и Васильевич выставил из квартиры. А у тебя, кстати, как с ним? Нормально все. Нормально, да? Ты держи, пожалуйста. Мне реально, буквально на пару часов вещи оставить. Ладно? Слушай, а ты не могла бы в другом месте каком-нибудь заставить? Вообще у меня никаких вариантов нет. А на листочной клетке я оставить не могу, потому что Васильевич может забрать за долги. О! Ну или вором стащит. Эээ, слушай, как тебе… Катя! Миша. Приятно очень познакомиться, Мишель. Вот, понимаешь, но… Я, слушай, я клянусь, реально, пару часов я быстро найду себе работу, жилье и вечером у тебя все заберу. Ладно? Давай. Ну что, Светка, можешь меня поздравить? Я бездомная и на новый квартир денег пока нет. Но это пока. Да ты не волнуйся, я вещи у соседа оставила, а сейчас все остальное разрулю. Ты вообще себе не представляешь, сколько здесь работают. И одна из них точно моя. Да я тебе говорю, они сидят и ждут, когда же придет раз прекрасная Катя. Аля, вот она я. Вообще-то я профессиональный художник по гриму. Ага, по гриму. Но мы не кино снимаем. Да, я знаю. Только я прекрасно стригу, крашу, тонирую, эмилирую, все что угодно. Поздравляю. Спасибо. А еще, вы знаете, я спортеризируюсь на всяких праздничных образах, на любой вкус. Праздник — это хорошо. Знаете что, я вам дам нашего бухгалтера. В каком смысле? Ну, у нас бухгалтер, Наталья Сергеевна, у нее это, у ее мужа юбилей. А, да вы что? И она идет в ресторан. Вот вы и сделаете праздник, хорошо? Без проблем. Наталья… Мариночка, позови. Наталья Сергеевна! Чего же вы кричите-то? Блин. Рисковый у нас директор. Да ладно. Хуже не будет. А хуже уже не может быть. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Меня опять зовут. Проходите, Паша. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Зачем? У вашего мужа юбилей? Да, спасибо. Красно. Мы сейчас вас такую сделаем. Такую шикарную. Какую? Такую красотку. Ага. Так. Может, вы себя не узнаете. Кто это? Кто это? Кто это? Хежевика. Губками. Что? Принимайте работу. Опа. Ой. Ну, красотка же. Как-то непривычно. Я сама на себя совсем не похожа. Что скажет Вазя? Да, Наталья Сергеевна, теперь вас у Степановича точно уведут. Это кто тут? Кого у меня уведет? Это что? Это кто? Опа. Это что за ужас? Вася. Вася, ты только не нервничай. Это… Это эксперимент, да? Да. Да что тут у вас за эксперименты над живыми людьми, а? Вася, я пыталась сопротивляться. Ну, вот девушка. Она сказала, что она лучше знает, что я буду как новая. Да мне не нужна новая. Мне нужна моя старая жена. Подождите. Ну, зачем вот старая жена? Посмотрите на эту. Да мне не нужна эта. Вася, Вася, что ты такое говоришь? Я не хотела Вася. Это вот она настояла. Вы настаивали? Да, я настаивала. У меня есть и вкус, и образование. И вообще, вы когда-нибудь представляли, что вы видите такую супругу? Спасибо вам. Вы мне день рождения испортили. Вася. Ну, а с тобой я разведусь. Чёрт! Вася! Василий! Чёрт! Чёрт! Что ты такой, Вася? Так, так! Чёрт! Ну, спасибо. Я искал парикмахера, а теперь мне надо искать ещё и нового бухгалтера. Спасибо вам. Спасибо. Следующий, да? Подождите, я вас позову. Хорошо. Забавно. Что? Да, профессор программы «Утро доброе» по фамилии Баюшкин. Ага, да, смешно. Да. А это у вас портфолио? Да. Ой, а можно посмотреть? Да, конечно. Конечно. Просто интересно. Спасибо. Фух! Хорошей у вас работы. Спасибо, старалась. А, да. А мне показать-то нечего. А чего так? Да. Чемодан украли на вокзале, представляете? А там всё было. Там портфолио, вещи, деньги даже украли. Я вот за последние копейки ехала сюда, на метро. Слушай, самой денег не много, но могу поделиться. Да нет, что ты, я не к тому. Просто мне работа нужна. Понимаю. Работа сейчас всем нужна. Ну да. Точно. Ну, кому-то из нас сегодня повезёт. Ну, я имею в виду, с работой. Да, почему ты так решила? Ну, видишь, никто не подошёл. А в утро доброе срочно нужен гример. Так что мы-то тут с тобой вдвоём остались. Или тебе повезёт, или мне. Нет, ну, конечно, тебе. У тебя портфолио. Ну, это ещё неизвестно, кого выберут. У меня отец инвалид. Срочно нужен протез. А у матери прогрессирующая слепота. Представляешь? Операция нужна. Работы нет. Живу. В бельдяшках. Так, что? Слушай, знаешь, работа твоя. Ты серьёзно же, да? Знаешь, вот я считаю, что судьба всегда даёт шанс. Правда? Этот шанс твой. А у меня ещё масса вариантов. Так что, удачи, не пуха. Давай. Спасибо большое. Пока. Боже мой, какая хорошая девушка. А я вот одна осталась. Так. Здесь я была. Здесь сказали подождать. Ну, а здесь просили вырезать жизненную позицию. Не, ну а что, чем больше я прошла, тем ближе я к успеху. О, привет. Что, утащить хочешь? Ну, уж нет. Это моя маленькая дверь. Большие возможности. И я обязательно её открою. Понятно? Да. Не каркай. Привет. Ты как раз вовремя, потому что мне вот сейчас надо уже выходить. О, а ты все мои вещи, да, принёс? Да, 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 да. А почему сумка в тазу? Там ежевика пролилась. О, ты что, банку разбил? Да. Да, подожди, у меня там такие вещи, у меня же документы там. А-а-а, я пол помыл. Сейчас, 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 сейчас. Так, э-э-э. Так, ладно, я вроде бы всё, пойдём. А-а-а-а, только не моей чашкой. О, взяла первую попавшуюся. Ну, извини. Кстати, банку разбила не я. Да. Опаздываешь? Угу. О, а давай так. Ты идёшь на свою встречу, а я здесь убираюсь сама. Ты не волнуйся, в моих руках квартира в целости и сохранности. И, кстати, ночевать мне сегодня негде, так что я у тебя на диванчике прилягу, ладно? Да, ладно, всё. Оставайся. Да? Отлично. Не волнуйся, всё будет блестеть. Мне фильм понравился. А ты почему такой мрачно сидел? Да, на работе проблемы. Проблемы? В вашем отделе? Я ничего не слышала. Ну, не то чтобы проблемы. Просто дел много. Как говорит моя мама, работу нужно оставлять на работе. До завтра к двенадцати. Поэтому можем поехать к тебе. Нет. Я просто на дому много работы взял. Придётся до утра просидеть. Жаль. Моженко. 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 Гол hep. Моженко. Субтитры делал DimaTorzok Слушай, а, а чего ты тогда меня разбудил? У меня ж треть штоков три. А ты сам сказал, что… Я говорил, чтобы ты не трогала мою чашку, а ты ее разбила специально. Ты что? Нет, я просто помыла тебе посуду. Ты, кстати, обратил внимание, как у тебя все блестит теперь? А, кофе можно и из другой чашки. Я не хочу пить из другой чашки. Я хочу пить из своей, синей. И куда ты пересыпала мой кофе? Пересыпала? Не пересыпала, я его выкинула. Зачем? Ну, потому что жутко пахло. Я думала, что ты отравишься. Жутко пахло, да? Это стоит, между прочим, две тысячи рублей за сто грамм. Это уникальный сорт кофе. Копи-лювак называется. Слышала? А-а-а. Это тот кофе, которым белочки какают? Какие белочки? Куницы с острова Суматра. Ну, не расстраивайся ты так. К тому же, к тому же, у меня есть альтернатива. Прекрасный кофе с ароматом черной смородины и никаких тебе куниц. Я хочу пить свой сорт кофе из своей чашки. И я хочу, чтобы моя зубная щетка стояла на моем месте, там, где я ее оставил. Одна. Да. Я тебя поняла. Вечером меня здесь уже не будет. Да. Красиво тут у вас. Ух ты. Спасибо. Я подумаю. Вы что здесь делаете? Ты кого привел? Что здесь происходит? Кто это? А вы попробуйте, какой матрас? Хороший, да? Да. Иссор. Мужчина! Кого ты привел? Да, Рая. Так это по поводу комнаты. Какой комнаты? Мы бабушкам сдаем комнату. Они молодым и красивым. Так каждый будешь спать. Ну, как это? Сколько? Сколько? Ну, померяй ты его. Ну, у тебя этот цвет очень идиот. Так, никаких примерок. Я в режиме жесткой экономии. Пока я не найду работу… Ни-ни. И где ты уже была? Я была в пятнадцати салонах, в четырех центрах красоты и в двух телекомпаниях. Вот это непруха. Да вообще непруха. С этим надо как-то бороться. Ну, что ты собираешься делать? Так, я должна тебе внушить, что в ближайшие дни я обязательно найду работу. И поэтому я могу купить себе это платье. Вот это по-нашему. Мишей, кружка синяя. А кофе из куницы будет, когда новую работу найду. Угу. Угу. Все так плохо. Угу. Ну, ладно. Оставайся. Холодная, нет? Не то слово! А давай я приготовлю. Я лаваш купила. Так, что есть? О, порог. Соленый огурцы. Прекрасный зелень. Держи. О, чеснок. Чеснок? Чеснок, а какой-то нелепый набор получается. Это невероятное сочетание. Ты что, я сейчас тебе такие холодные завитушки приготовлю. Ты пальцы свои съешь. Тут главное немного вкуса, фантазии и чувства меры. Вот чувства меры — это как раз про тебя. Слушай, надо вообще от жизни получать удовольствие. Кстати, ты не сказал, как тебе мое новое платье? У тебя платье новое? Да. У тебя нет ни работы, ни жилья, а ты платье покупаешь. Ну, я его купила именно для того, чтобы найти это жилье и работу. И вообще, знаешь, судьба, она все решает. Вот она увидит, как я в нее верю. И быстренько мне все организует. И вообще, девушка в таком платье — это значит, девушка удачливая. Судьба, значит, организует, да? Угу. Угу. Нет, ну хотя бы эту секундочку уже можно представить. Какой-нибудь знаменитый дизайнер увидит меня в этом платье, скажет. Катерина, такую топ-модель, как вы, я искала всю жизнь. Давайте работать. Предел мечтаний. Что опять не так? Эти сережки тебе не идут. Почему? Они делают тебя вульгарной. Вот эти, да, они сочетаются. Но эти мне не нравятся. Вы куда идете с Михаилом? Не знаю. Я к нему зайду? Странно. Ну что странного в том, что я иду домой к парню, с которым встречаюсь уже полгода. Ничего. Просто я хочу уберечь тебя от роковой ошибки. Какой ошибки? Я уверена, что Миша вот-вот сделает мне предложение. Ну вот когда сделает предложение, тогда не будем говорить об ошибках. Мама! Многие люди живут в гражданском браке и счастливы. Не факт. Не факт. Тебе мало моего примера. Если бы я не была бы такой дурочкой, то я бы сначала пошла бы в ЗАГС. И моя бы жизнь сложилась бы совсем по-другому. Мама! Не волнуйся. Я помню все твои наставления. Иди, Сережечки. Тебе тоже очень шли. Мама! Здравствуйте! Здрасьте! А ты это? Кто? А ты кто? Это мои тапки. А, очень удобные. Привет, девочки. Катя. Она моя бывшая соседка. Это Оля. Моя… Девушка. Хотела сделать сюрприз. А, так у меня встреча. Я пошла? Буду поздно. Попробуйте, пожалуйста, завитушки. Они реально отменные. Все, все, меня уже нет. Нету, меня нету. Кажется, сюрприз удался. Алло, Светка, я к тебе еду. А вон, сбалмышная, неорганизованная, а легкомыслие называет беспечностью. Как ты это терпишь? На улицу же ее выгонять. Она к тебе на сколько попросилась? На один день? А живет уже сколько? Пора объявить ей дедлайн. Ты права. У нас же что, соус был? У нас? Да. У нас, значит. Какая гадость! Как вообще это можно смешивать? Творог и соленые огурцы? Вот такая она. Несистемная девушка. Угу. Ты должна сделать так, чтобы Олег просто обалдел от моего нового образа. Так, слушай, если ты не перестанешь крутиться, то он точно обалдеет. И ты вместе с ним. Может быть, это именно тот мужчина, которого я ждала всю свою жизнь? Ну ты же дождалась? Вот и радуйся, и сиди тихо. Нет, ты не понимаешь, он такой добрый, нежный, вежливый такой, ласковый. Я тебе завидую, потому что все мое общение с мужчинами сводится только к одному зануде. Ну ладно, не пора, меня мама ждет. Пообещай мне. Хорошо, что именно? Пообещай, что она съедет от тебя уже сегодня. Не получится. Это почему? Ну потому что пока я доеду домой, будет уже завтра. Значит, ты хочешь, чтобы она и дальше у тебя жила? Да нет, конечно. Оля, ну правда, ни в коем случае. Да поговори с ней, слышишь? Или я тебя не поцелую. Ну ладно. Хорошо, я поговорю честное слово. Пока. Что? Утро. Уже? Что это такое? Будильник. Это мой будильник. Что он здесь делает? Стоит. Стоит. Ну, рано вставать завтра. Я взяла его и позавела. Когда же ты уже исчезнешь из моей квартиры? Будильник, пожалуйста, покажи мне этот счастливый час. Угу. Расслабься, Мишель. Будильник такую ерунду не показывает. Угу. Я договорилась с мамой. О чем? Миша, я тебя поцеловала? Угу. Ты об этом договорилась с мамой? Миша, отвлекись от компьютера. Я обижусь. Слушай, а можешь меня еще раз поцеловать? А то я ничего не понял. Дудки, моя мама ждет тебя сегодня к ужину. Ты понял? Я понял. Твоя мама ждет меня к ужину. Ну, при чем здесь ужин, Миша? Она смирилась с твоим существованием. Смирилась? Ну, или почти смирилась. В общем, ты должен пройти проверку. Во-первых, перенеси ей цветы. Розовый не любит. Хоризонтамы считают кладбищенскими. Гвоздики слишком официальны. Извините, что помешало? Как там дела с нашей программой по оптимизации контроля? Почти готовы. Я послезавтра буду готов уже отправить это заказчику. Отлично. Да, Миша, тебе завтра придется съездить в командировку. Хорошо. Так. Про ужин сказала? Про цветы сказала? Да. Оденься прилично. Ну, слушай, ну а в смысле прилично? Костюм с галстуком, что ли, одень? Зачем костюм? Надень свитер с медведем, который я тебе на день рождения подарила. Его мама помогала выбирать. И брюки коричневые с начесом. Ну, стильно будет. Ну, очень стильно. Брюки с начесом. Ну, скажи, я бы тебе понравился в этом костюме? Ну, брюки и свитер. Ты не мне, ты маме моей должен понравиться. И тогда ты сделаешь мне предложение, и мы с тобой поженимся. У? 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 А колечки у вас есть? Пройдите. Вот, вот это можно посмотреть? Пожалуйста. Мишель? Я дома. Смешно тебе? Ты испортила мои вещи. Подожди, подожди. Только не нервничай так, ладно? Ты что натворила? А что я натворила? Я решила устроить постирожки, и туда случайно попали твои вещи. Я же не специально, я же не думала, что… Вот! Ты никогда не думаешь. Подожди, а в чем проблема? Ну, ты же можешь одеть что-то другое. Ты ничего не понимаешь, что ты мне всю жизнь испортила? Ну, Мишель… Никогда! Не называй меня этим дурацким именем. Прости. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, Кать, слушай, ну не плачь, пожалуйста, прости меня. Слушай, ну полоса у меня была такая, ну с кем не бывает. Ну что ни сделаю, все не так. Ни квартиры, ни работы, ни денег и уж тем более никакой личной жизни. Тебе нужна перезагрузка. Я тебе как специалист говорю. Да не поможет специалист. Поможет? Вот если железо полетело, то не поможет. А у тебя вон с железом все в порядке. В смысле перезагрузка и начинаешь программу заново. Ну, уточни, а это как бы платная консультация? Да. Это тебе звонят. Алло. Миша, ты где? В метро, что ли? Слушай, я даже не выехал еще. Как не выехал? Ты понимаешь, что у мамы сейчас мигрень начнется? Уже началась! Но вот кому это все? Кому? Что-то случилось? С Олей поссорились? Ну, поссорились, помиритесь, первый раз, что ли? Первый раз. Подождите, а сколько вы встречаетесь? Шесть месяцев, восемнадцать дней. Да ты что? И ни разу не ссорились? А из-за чего мне с ней ссориться? А будильник мой не трогает, чашки не бьет, вещи мои не стирает. Идеальная женщина. Да. Наверное. Слушай, ну ты не кисни. Сейчас мы быстренько придумаем с тобой легенду. Значит так. Ты, как всегда, вышел заранее. За два часа. С половиной. У старушки из твоего подъезда сбежала кошка. Не-не-не, подожди. Кошка сбежала с морса из от собаки. Она забралась на дерево, а спуститься не смогла. Ну, ты же хороший сосед. Решил помочь старушке. Пока лез на дерево, ты порвал и свитер, и брюки. Главное, что кошка была спасена, а хозяйка счастлива. Ну, тебе пришлось вернуться домой и переодеться. Все. И ты веришь в этот бред, что от того, что сели брюки нельзя прийти вовремя, ты нашла себе кавалера, у которого только один свитер и тот. Подаренный мной. Кстати, ты не подумала, почему эта сомнительная девица стирает его вещи? Подумай. Оля. Оленька. Ну, прости меня, дурака. Ну, просто я-то, я добрый дурак. Я не могу выгнать человека, если ему некуда идти. В общем… Добрый муж, он ведь… Он лучше злого, правда? Прости, что так мне торжественно… Мишка… Какой же ты дурак! Я согласна выйти за тебя замуж. Разве кто-нибудь что-нибудь предлагал? Мишель, ты дома? О, привет! Слушай, у меня отличный повод отпраздновать. Короче, у Светки на работе, девочка ушла в декрет и освободилась с места визажиста. У меня есть забота! А ты не верила в мое новое платье. Ты трогала мой компьютер? Трогала? Ну, я включала, чтобы найти квартиру в интернете, а что? Ты уничтожила всю программу оптилизации данных. А ты на жестком диске смотрел? Ты мне еще давай учить будешь, не трогай ничего. Так, заново все перепросчитывать придется. Задача проекта задерживается минимум на двое суток. А, так ну, ну, потерпят двое суток. Давай праздновать. Я завтра обещал сдать. Просто никогда раньше не подводил руководство. Значит так, я сейчас еду в командировку на день. Когда я вернусь, я очень надеюсь, что тебя здесь не будет. Хорошо? Может, все-таки... Ну, прости. Тем более, что я женюсь. Катя, ну, я тебя умоляю, пожалуйста, давай соберемся у тебя. Где я еще могу провести эту вечеринку? Дома? В компании родителей, бабушки и двух младших братьев? Глаза закрой. Я не могу закрыть на это глаза. Отношения должны развиваться. А где? Ну, где мне их развивать? Так, подожди, подожди, не дергайся. Что значит не дергайся? Я уже как минимум пообещала. Ты, в конце концов, кто тут бегал за тебя, просил, на работу, кто тебя устроил? Спасибо, подруга. Светка, я тебе правда очень благодарна, но ничего не получится, потому что завтра я оттуда съезжаю. Вот, гульнем на прощанье. Нет. Спасибо большое. Олег очень доволен. Пожалуйста. А кто все эти люди? Почему так громко? Я не знаю. Это друзья Олега. Я не знаю. Я их первый раз вижу. А? Класс! Кать, там кто-то в двери ломит. Простите, простите, простите. Добрый вечер. Чем могу быть полезна? Что это такое? Что вы имеете в виду? Вот эту какафонию. А, вы про музыку? Это музыка? Моя котиночка, весь вечер дрожит от этого страха. Может, она просто танцевать хочет? Мы требуем немедленно прекратить этот грохот. Стоп, 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 стоп! Грохот, грохот, грохот! Я бы еще бы не прошел на голову. Давай, давай сюда. Да, друзья, теперь учимся развлекаться потише. Ну что ты паришься? Мы же только разогрелись. Хозяйка, а для усталых улюбленных кофейку не найдется? Найдется, только с ароматом черной смородины. О, класс! Черная смородина! О, класс! Как там полицейские пришли? Здрасьте! Здрасьте! Кто здесь Горбушкин КВ, хозяин квартиры? Да мы все здесь гости. А хозяйка вот она. Значит, все быстро разошлись, а мы с вами побеседуем. Домой, быстро! Спасибо большое. Это нас даже сблизило. Документики предъявляем. Документики. Сейчас, секунду. Я, я, я хозяин. Я. А что случилось? Документы. Вот, пожалуйста. Если вы хозяин… Да. Она тогда кто? Здрасьте. А ты как здесь оказалась? Да она… Самозванка. Разберемся. Так никакой катастрофы-то нет. Через пару часов у меня дома на компьютере закончится просчет. И уже после обеда мы отправим готовую программу заказчику. Ифе. Не, я даже. Привет. Привет. Съедаешь? Ага. Помочь? Ну да. Там еще много. Спасибо. Спасибо. Стоп. Так это же мой чемодан. Ну да. Там твои вещи. Зачем ты забрала мои вещи? Не забрала, а собрала. Вообще мог спасибо сказать. Спасибо за что? Ну, Горбушкин КВ выставил нас с тобой в срочном порядке. Я паковалась всю ночь. Так что значит нас? Я к тебе никакого отношения не имею. Я пыталась ему это объяснить, но он меня не понял. Я даже думать не хочу, чем-то на этот раз отличилось. Стоп. Где мой компьютер? Ой, все в порядке. Он остался в квартире. Горбушкин уехал за город до выходных. Так что когда будешь забирать, ты ему позвони. Потому что он закрыл дверь на третий замок. Ключа у нас нет. Ладно. Ну не расстраивайся ты так. Слушай, ну это же новая страница в твоей жизни, в конце концов. Новый дом, новый вид из окна, новые соседи. Ну что еще человеку надо? Катя, вот ты не человек, ты катастрофа. Ты куда? Слушай, я пока не решил. Ну а так может вместе в метро? Нет. Мне точно в противоположную сторону. Ну… Готова? Спасибо. Есть. Свет. Нет. А у вас все такие объемы работают. Разогнуться не могу. Да нет, только раз в квартал, когда подготовка этого спецвыпуска «Мода и погода». Ну вот опять же, «Мода и погода». Кто у вас такой гениальный креативщик? Более идиотского названия нельзя было придумать. Ну почему же? Зато в рифму. Ну вы знаете, рифму это еще не означает здравый смысл. Да. А вы, по всей видимости, наш новый гример. Я художник по гриму. А вы? А я тот гениальный креативщик, о котором вы только что говорили. И по совместительству владелец всего этого модного хозяйства. Катя. Витя. Так что, Рыбонька, вам не нравится название моего журнала? Нет, нет, нет. Что вы, что вы. Нет. Просто можно было бы придумать что-то более яркое, более креативное, знаете. И вы можете предложить что-то такое яркое, креативное. Да. Но для этого понадобится немного времени. Ну что ж, считайте, это время у вас есть. До сегодняшнего вечера. Что здесь происходит? Мода и погода. Так, девочки, всем творческого вдохновения. Яшенька, от вас я жду beautiful picture. Все как всегда. Все, работаем, работаем. Не вздумай. Привет. Привет. С новосельем. Я на минутку купила тебе и себе тапки. Та-дам! Держи. Ты не заболел? Нет. А с чего ты взяла? Ты три дня переехала, у тебя в квартире такой хаос. С твоей патологической любовью к чистоте. Слушай, спасибо. Работы много было. У меня хорошая новость. Моя мама тебя почти простила. Я побежала. Встречаемся в нашем кафе в семь. Не провожай. Вот, Катюшка, проходите. Это вот наш столик. Присаживайтесь. Катенька, ну что, можете заказывать все, что хотите. Не ограничивайте себя ни в чем. Прошу. Мне, пожалуйста, только чай зеленый травяной. Все. Вот все? Ну, а для начала принесите бутылочку красного вина. Хорошо. Вот. Катенька, что я хотел сказать? А может, правду? Давайте с вами выпьем, поужинаем, поговорим опять же. Катяш? Я бы начала сразу с третьего пункта. Ну, вы же хотели обсудить ваше нелепое название журнала. Я правильно понимаю? Правильно. Правильно. Ну что ж, ну давайте начнем тогда с третьего пункта. Привет. 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 Я шла к тебе и вспоминала, как мы с тобой познакомились. Ах, я помню. На работе. Кто-то из моих айтишников нас представил. Их ты! Мы в этом кафе проводили корпоратив. Ты боялся ко мне подойти, тогда я сама подошла к тебе. Ты в том углу сидел, помнишь? Под лампой. Да, конечно. У нас есть повод выпить шампанского. Да. Девушка, можно шампанского? Да, конечно. Катенька, ведь вас ждут огромнейшие перспективы в моем холдинге, Катя. А красивых и умных девушек я оцениваю по достоинству. Можно мне выйти? Катенька. На минуту. Катенька, ну так я ведь… Катюш. Девушка, а у вас выход только там? Да, только там. Нет. Вот он был выход. Привет. Опять ты? Слушайте, извините, что я вас отвлекаю, но мне очень нужна твоя помощь. Скажи, пожалуйста, почему тебе всегда нужна помощь именно от него? Ну, потому что так получается, что он все время оказывается в нужное время и в нужном месте. В нужном для кого? Да для меня. Короче, мне нужно избавиться от Назулева ухажера. Не так, чтобы он ничего не понял, иначе катастрофа. Я здесь при чем? Да при том, у него на меня грандиозные планы. О, спасибо, девушка. А мне нравится эта работа, и мне нужны деньги. Короче, так, мы подойдем к его столику. Я представлю тебя как своего жениха, прости. Вот, типа случайно встретились. Ты прикинешься ревнивым, а я буду оправдываться тем, что у меня деловая встреча. Как ты объяснишь, что твой жених сидит в кафе с другой девушкой? А ты вообще не девушка, ты двоюродная сестра из бельтяжек. Оля. Я, значит, сестра? Да еще из бельтяжек? Пойдем, пойдем. Ну, это всего она пормет, клянусь. Пошли быстрее, пошли, пошли. Куртку одень. Зачем? Ну, одень и все. – Виктор Леонидович? – Катюша. Знакомьтесь, это мой жених. Миша. Такая у нас с ним случайная встреча. Он пришел поужинать со своей сестрой двоюродной. Дело в том, что он немножко у меня ревнивый и не верит, что вы мой босс, и у нас с вами деловая встреча. Тебе убедился, милый? Да. Ты уже слишком. Оля! Вы знаете, мне очень надо бежать. Спасибо вам огромное за ужин. Оля, ну ты чего? Ты ж помнишь, какая она безалаберная? Она брюки через голову надевает. Даже это о ней знаешь? Говорила мне мама. Ну, Дин, ну правда, я ни в чем не виноват. Ну, честное слово, ты самая лучшая. Ты единственная. Иначе, стал бы я столько ждать, что у твоей мамы голова болит. Почему я должна тебе верить? Потому что я предсказуемый. Я логичный. Я честный, в конце концов. Что, я должна тебя простить? О, Мишель! Слушай, все прошло просто отлично. Мне кажется, он поверил. Да? Я свободен? Да. Спасибо. Хорошего вам вечера. Пока. Мишель! Мишель! Простите, я буквально на одну секунду. Правда, на одну секунду. Подойдите на секунду. Слушай, у тебя, случайно, нет дома зубной щетки? Ты уверена, что сейчас тот момент, когда нужно об этом говорить? Я понимаю, как это глупо звучит. Просто это бабушкин подарок, и для меня это важно. У меня, у меня твоя зубная щетка. Хорошо, я, по крайней мере, успокоилась. Хватит морочить мне голову. Теперь я поняла, зачем нужно было весь этот спектакль. Чтоб я с тобой поссорилась, и ты мог с чистой совестью жениться на ней. Оля, ну ты все не так поняла. Да он вообще не собирался жениться. Или ты это с ней обсуждал? Видеть тебя больше не могу. Оля! Слушай, все наладится. Вы помиритесь, я тебе обещаю, это точно. Хватит вносить в мою жизнь хаос. Я всегда говорила, я всегда говорила, что служебные романы до добра не доводят. И хватит лить воду. Мам, он же такой хороший. Я же собиралась у него замуж. Собиралась? Да любая дурочка собирается замуж. Ты попробуй мужика собрать. Нет, ну какая пигалица это оказалась, а? Раз-раз и открутила. Дай-ка мне выпить. Мам! И что же теперь делать? Мам! Не плачь, доченька. Не плачь. В принципе, он парень неплохой. Воспитанный. Хорошо зарабатывает. Значит так. Завтра извинишься, говоришь, что была не права, а потом предложишь отметить помолвку у него дома. Ты о чем? Ты что, правда не понимаешь? Ты же все время твердила. Только после свадьбы. Только после свадьбы. И правильно твердила. Но в данной ситуации все вышло из под контроль. Доченька, выпей. Выпей. А я тебе говорила, что это плохая идея. У Виктора постели места отдела кадров. Если Аглая об этом узнает, то она, я не знаю, вытарапает тебе глаза. Слушай, с какой стати? Между прочим, у нас был деловой ужин, и вообще мы обсуждали название журнала. Как тебе это удалось? Ну, скажу тебе честно, с трудом. Слава Богу, Мишель ужинал в том же ресторане и сыграл роль моего ревнивого жениха. Мишель, роль ревнивого жениха, я тебя умоляю, он такая размазня. Знаешь что, смейся сколько угодно. Между прочим, он себя повел, как рыцарь. И вот, что я скажу. Вчерашний инцидент и то, что Мишель оказался рядом, лишь доказывает мою теорию о том, что… Вселенная тебя любит, карма существует, а судьба заботится о тебе. Правильно. Спасибо. Привет. Здравствуй. Я тебя искала. А я заказ отвозил. Я вчера была не права. Прости меня, пожалуйста. Забудьте. Серьезно? Ты на меня не злишься? Угу. Хорошо. Значит, мы наконец-то сможем отпраздновать нашу помолвку. И я наконец-то останусь у тебя на ночь. Оль, прости, но не получится. Что не получится? Ничего. Спасибо, обращайтесь. Ты меня не любишь? Какая же была дура. Мам была права. Значит, брюки через голову надевает, да? Безалаберные, говоришь? Зубную щетку оставила, да? Оля, люди смотрят. Да. Уволился. Ну, а обстоятельства? А что? Я всегда готов. Я резюме есть. Все прекрасно. О, спасибо. О, привет. А это ты, что ли, мне помогаешь? Я тебе в следующий раз что-нибудь поесть принесу. Девушка, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А кабинет айтишников, как у вас? Да, мы налево, пожалуйста. Спасибо. Понял. Спасибо. Сейчас придет. Опять какой-нибудь старый зануда? Начнет отмечать, когда ушли, когда пришли. Здрасте. 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 Я ваше новое начальство. Михаил. Роман. Игорь. Окей. Ну, как? Как тут вообще работается? Ну, есть своя специфика. Много барышин. И потом… Понимаете? Ой, да давайте сразу… В смысле, давай сразу на «ты». Игорь. Миша. Рома. Миша. Понимаешь, старик, это же журналы? Да. Тут когда в типографию отдавают, так сразу все на ушах стоят. У них все пропадает, исчезает. Ну, истерика на истерике. Да. Ничего-ничего. С несистемностью мы справимся. Вот с женским персоналом труднее. Попал? Конечно. Сработаемся. Ну, чего ты здесь делаешь? Странный вопрос. Работаешь? Я тоже здесь работаю. Давно? С сегодняшнего дня. Какое интересное совпадение. Может, ты меня преследуешь? С невестой помирился? Нет. А что так? Нет у меня больше невесты. Ой, как зря. Она ж тебе так подходит. Ну, ты же сам говорил. Вот именно. Просто в какой-то момент в моей жизни появился вирус. А может, просто Всевышний решил тебе программу поменять? Слушай, вот все в порядке у меня было с моей программой, пока не появилась ты. Вон он дурак. Вот так. Ну, как тебе? Что именно? Ну, вот это. Журналы, девушки, фотографии. Первое и второе. Определённо, да. За да. Давай. Миш, а у тебя жена-то есть? Нет. Не сложилось. За это. Окей. Что, ушла к другому, да? Не-е-е. Неужели ты ушел? Да не. Я просто… В какой-то момент я понял, что вот она реально не воспринимает меня таким, какой я есть. Вот на самом деле. Ну, что-то лепит там из меня вместе со своей мамой. Да и скучно. Скучно. Особенно. В сравнении с… Так, чуя нутром, повстречалась тебе нескучная барышня, м? Да. В смысле, нет. Вот честно, вот что угодно. Никаких отношений с ней у меня быть не может. Так. Так, поверь опытному в этих делах человеку. Ты влюбился. Боже упаси. Вот честно. Ну, давай. Миша, ты что, обалдел такого черта без предупреждения? В смысле без предупреждения? Я тебе заплатил за три месяца вперед, между прочим. Чего ты вваливаешься? Я тебе звонил. Ты же мне в зоне доступа был. И что? Из-за этого ты можешь спать в моей кровати, да? Такие обстоятельства. Я развожусь с женой, потому что полюбил другую девушку. А это другая типа без жилплощади, да? Женщин, между прочим, не из-за жилплощади любят. О! Женщин вообще любить нельзя. Угу. Я твои вещи уже собрала. Короче, старик, мы здесь и нам больше негде. Деньги я тебе верну. Но только за два месяца. Спасибо. Спасибо. Спокойной ночи. Угу. Слушай, может, ты меня в блондинку покрасишь? О-о-о, нет. Я на это-то стульдом согласилась. Так что лучше скажи, какой блеск поярче или… Вот это. Привет. Привет создателям красивых лиц. Значит так, нужна помощь срочно. А что нам за это будет? А вот с этим вопросом к моему начальнику. Он у нас бездомным оказался. Никто квартиру не сдает, не знаете? А он хоть симпатичный, ваш начальник? Если да, могу себя его приютить. Так, Рома, знаешь что, вообще некорректно входить в наше пространство. У нас, между прочим, творческий процесс. Мы все услышали. Все, давай. Что? Ты без губ красивая. Свободна. Что? Миша опять бездомный. Все, я пошла делать чай. И не смотри на меня так. Да. Алло, Миш, привет. Это… Да, Катя. Здравствуй, Катя. Я слышала, что ты ищешь квартиру. Тут дело такое. Завтра уезжаю в командировку на несколько дней. Так что, пока ищешь жилье, можешь пожить у меня. Не-не-не-не-не. Вот еще раз огромное спасибо из твоих рук. Вот реально ничего. Ну, нет, так нет. Все, прекрасной поездки тебе. Миша, я тебя не понимаю. Такая красивая девушка. Приглашает тебя к себе. А ты нет-нет. Ну, он же сказал, что квартира с девушкой ему не нужна. Да, вот я лучше здесь останусь ночевать, вон на стульях. Да… Ну да, на стульях лучше. Пошел дальше. А я тебе буду ищешь на много страницах. Я хочу. А я как-то, давай мы kurz ехалием. Тоже мой зону. Я хочу. Я тебе желаю. Я не-не-не-не-не-не-не-не-но. Я никогда не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Привет. Привет. Слушай, я… Моё предложение ещё в силе, как раз собираюсь уходить. Что? А знаешь, я согласен. Только вещи и оставлю, и всё. Хорошо? Хорошо. Так мне зайти за тобой? Да. Ох… Слушай, не надо. Давай минут через пятнадцать. У меня ещё куча работы здесь. В холле внизу. Да, хорошо. Тогда через пятнадцать минут в холле внизу. Давай. Пять минут, и всё. Ещё пять минут, и всё. Проходи. Располагайся. Чувствуй себя, как у себя дома. Сейчас ужинать будем. Ой, подожди. Мы же не договаривались. Я просто вещи оставлю, и всё. Ты только ерунду мне не говори. Ты мне помог, когда у меня были трудности? Помог. Я хочу расплатить с тем же. К тому же, когда ездят спать, намного проще квартиру отыскать. Мне тоже в рифму отвечать. О, смотри, у тебя уже началась перезагрузка. Не перезагрузка. Сбой программы. Так. Продолжительность жизни деревьев. Драконовое дерево. Шесть тысяч лет. О! Бау-баб пять тысяч. Слева пятьдесят. Фу, ты недоросль. Миш, ты спишь? Нет, конечно, не сплю. А чё, не спишь? Думаю. О чём? О том, что я тебя совсем не знаю. А что тебе мешает меня узнать? Ничего. Рассказывай. Что это такое рассказать-то? Ну, знаешь, самое интересное, что есть, ты рассказывай. Например, моя бабушка служила в детском театре. Бабушка актриса. Представляешь? Она всё время меня туда с собой таскала. Я знала весь репертуар наизусть. Но самым главным развлечением для меня было во время этих самых спектаклей забираться на крышу театральной сцены. И гулять там по балке, которая держит занавес. Без страховки. Прикинь? Чокнутая. Ну да, сумасшедшая. И это, кстати, очень долго продолжалось. Пока в один прекрасный момент один из артистов не застоковал у меня во время этого чудного развлечения. Представляешь? Идёт спектакль. Артист смотрит наверх. И замирает. И его примеру последовали все те, кто был на сцене. И наступила такая зловещая тишина, я жутко испугалась. Просто я не понимала, что мне делать идти дальше, возвращаться обратно. Или падать. Но в какой-то момент я подумала, если я останусь невредима, то всю свою оставшуюся жизнь я буду очень счастлива. У меня все будет хорошо. И так, после чего я пойду, чтобы я еще не буду развить нашлу. Плохо. Здрасте. Катя! Кать! Её нету, она будет, но в другой день. Как в другой день? Мне не подходит в другой день. Я должна быть сногсшибательной сегодня. Простите, я ничем вам помочь не могу. А вы, собственно, кто? Получается, что никто. Угу. Никто? В отсутствии хозяйки в квартире не живёт. Значит, я коллега. Очень приятно. Зоя соседка. Миша. Миша. Вы знаете, Миш, я в мужские руки гораздо больше верю. Сделайте мне, пожалуйста, макияж вечерний. Просто я вот не визажист. Я по компьютерам. Так, это ещё интереснее. Вы знаете, у меня такие проблемы с компьютером. Он ужасно барахлит. Вы зайдите посмотреть. Я вот на работу опаздывал. Давайте в другой раз. Хорошо. Давай, давай, скорее. Ножками, ножками. Мы опаздываем. Сколько вас можно ждать? Ну, а мне, знаешь, говорит, я про тебя ничего не знаю. Я думаю, рассказываю, распинаюсь. А он спит. Ну, а ты что хотела? Чтобы он накинулся на тебя, как тигр? Конечно, я этого не хотела. Просто… Просто я подумала, что… Что грустим, красавицы? Нас ждут великие дела. Для этого нам нужно хорошее настроение. Да вот, Катька недоволен своим жильцом. Да? Кто ж такую девушку обидел? Давайте лучше о творческих планах поговорим. А давайте я вам лучше анекдот расскажу. Хирург, рассматривай трентгеновские снимки. Говори так. Руки поломаны. Трещина в берцовой кости. Позвоночник тоже сломан. Ну, ничего, ничего. Все исправим. В фотошопе. Так. Ну, с ума сошли, ну. Что за люди? Света, я надеюсь, крас от меня сегодня будешь ты? Я в эту сторону тебе сказал. Я не знаю, мы в Кате еще это не обсуждали. Это не вопрос. Это условие. Я не хочу, чтобы ко мне притрагивались всякие выскочки. Я говорю прямо и вверх. Помнишь, что я тебе говорила? Не вздумай. Ну, это как получится. Аглаечка, а ты не в курсе? Виктор Леонидович к нам сегодня собирался? Ну, как же не в курсе? Конечно, в курсе. Собирался приехать вечером с шампанским и деловыми партнерами. Отлично. Скорее на грим. Быстро. Ниша, Ниша, вверх получу и на меня направит. Так, ну все. Гримы закончили, иди переодевайся, через пять минут прическу распустим, ладно? Что ты делаешь? Я тебя сейчас буду фотографировать. Зачем? Надо, надо. Такой кадр получится. Закачаешься. Только сделай полшага влево. Сюда? По себе влево. Вот так. Ну, я, конечно, когда-то хотела стать моделью. Давно это было. Но надо ставить перед собой реальные цели. Какая из меня модель — непонятно. Подбородок опусти. И чуть-чуть улыбнись. Вот так. Вот. Что там стучится в поздний час? Конечно, я Финдлей. Иди домой, все спят у нас. Не все, я сказал, Финдлей. Кате нет. А когда она будет? В понедельник? В понедельник. В понедельник. А вот это что сейчас было? Это был Роберт Бернс юноша. Я понял, вы, наверное, Катина бабушка, да? Актриса? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы очень сообразительный молодой человек. Меня зовут Искра. Как? Искра. Так назвали меня родители. Можно, конечно, и по имени-отчеству, Искра Ивановна. Но мне кажется, это нелепость. Да нет, почему? Нормально. Ну, а вас как величать? Михаилом. Миша. Михаил. Мишель. Мишель, я хотела вас попросить. Кати нет. Так, может быть, вы меня проводите в больницу? Нет. А когда? Сейчас. У меня назначено плановое обследование. Я, ну, чего-нибудь придумаю. Я отпрошусь. В нашем городе несколько театров. Но мой тюз самый замечательный. Ой, кого я там только не переиграла. И Зайца, и Чернильницу. Да-да, Чернильницу. И Багиру. И даже мальчиша-плохиша. Что смешного? Да нет, ничего, простите. Просто я подумал, вот как раз Катина бабушка и должна сыграть плохиша. Ну что, достала вас Катюшка? Да нет. Нормально всё. Скажите, пожалуйста, а почему вот и вы, и Катя называете меня Мишелем? И Катя? Да. Не забыла, значит, девочка. Понимаешь, в молодости мне очень нравился фильм девушки из Росфора. И там главную роль играл артист такой Мишель Пиколи. Ох, как он мне нравился. Я даже мужа выбрала похожего на него. Я вот сейчас вдруг понял, что я о Кате ничего не знаю. Да. Ой, Катина родители погибли в автокатастрофе. Девочке было три года. Ну и с тех пор мы с ней вместе. Она выросла за кулисами. Выучилась на гримера, и вот вдруг захотела стать знаменитыми. Все хотят стать знаменитыми. А ты запомни, Катюшка всегда всё делает правильно. Да. Да. Здрасте. Проходите в кабинет. Пойдемте. А вы здесь подождите. Идемте со мной. А вы кем из Кривана приходитесь? Я? Её всегда внучка на обследование привозила? Ну, я, в принципе, от внучки. Жених? Ну, примерно. Понятно. Всё у вас примерно. Я предлагаю выпить за спецвыпуск нашего юбилейного журнала. Давайте у нас! Прошу, прошу. Погасять и съешьте. Что-то я… Поухожу за нашим гостем. Катюша. А вы чем-то расстроены, да? Нет. Нет, нет. Просто немного устала. Ну, да. Ну, спецвыпуски — это всегда сдача крови. Я так не думаю. Мне на самом деле очень интересно у вас работать. А мне приятно это слышать. Кстати, редакторский совет утвердил новое название для наших спецвыпусков. Да? Да. Ваша идея — модный компресс. Была принята единогласно. Здорово. Может, отметим это, так сказать, в общем, как-то… Витюня? Там Николай Григорьевич очень хочет продолжить беседу. Тем более, ты обещал сюрприз. Правда? Да. Екатерина, мы, в общем, продолжим. Ну, что ж, пойдем сюрпризить. Понимаем, что такое. В конце концов. Друзья, минуточку, внимание. Сейчас всех приглашаю на веранду. Потому что там нас ожидает сюрприз. Прошу вас, посидите с моими малышами. Я вот честно, я никогда не пробовал. Вы знаете, а там нечего пробовать. Тем более, они у меня такие ангелочки. Вот. Вы знаете, Катя с ними всегда сидит, когда мои репетиции совпадают с дежурством мужа. Вы вообще понимаете, что такое театр? Ну, так. Ну, вот смотрите, если я не приеду, меня просто заменят. И я, возможно, не сыграю главную роль в своей жизни. Понимаете? Да, нет. А Катя бы поняла. Ну, пожалуйста. Ну, я вас умоляю. Ну, прошу вас. Хорошо. Хорошо. Правда, да? Спасибо. 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 Все, зайчики, мама пошла. Мама пошла. Все. Дядю не убиваем. Прошу, ко мне сюда ближе, дорогая. Итак, давайте. А у меня хороший брокер есть. Может, помочь Мишане найти новую квартиру. Ну, или пусть у тебя остается. Думай. Ну, что, ночь была бурная, босс? Да, еще какая. Представляешь, такие тихие детки за три часа разнесли Катину квартиру, просто бух и прах. Убирался до утра. А что, у нашей визажистки дети есть? Нет, конечно. Соседские. Просто мамочка их оставила, ей на репетицию надо было, а Катя ей всегда помогает. О, за последние двадцать две секунды ты три раза повторил имя Катя. Что бы это значило? Ну, давай. 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 Мы тут с Барсиком решили поужинать, но вдруг поняли, что еды для нас двоих слишком много. И вот решили пригласить вас. А как вы относитесь к утиному паштету, салату из авокадо и миндальному торту? В целом, нормально отношусь, но сейчас точно нет. А если подумать? Так, если подумать, то у меня работы много. А если хорошенько подумать? Тем более, вы обещали мне компьютер посмотреть. Я посмотрю компьютер, но в другой раз. А, Барсик! Что Барсик? Под стол забрался. Иди сюда. Где он? Он сам оттуда не вылезет. Он нежный и гордый. О, так. Я шваброй делаю. Барсик, а шваброй? А чем? Не знаю. Давайте попробуем как-нибудь там, руками. Просто оно все в шерсти будет. Сейчас. Барсюш, ты где? Иди сюда. Вон, давай, давай. Барсик, солнышко, выходи. Барсюш. Слушай, он поцарапается. Давай, может быть, у тебя получше получится. Да. Иди сюда, мой хороший. Слушай, ты сюда. Вот, вот так. Хорошо, хорошо, хорошо. Медленнее, медленнее, медленнее. Давай по-другому попробуем? Да давай. Здрасте. Привет, Катюха. Я вам не помешала, нет? Мы барсик ловили. Угу. Я заметила. Барсик. Пойдём домой. Михаил, наше предложение остаётся в силе. Пойдём домой. Подожди, подожди, подожди. Нет, нет, нет. Я тут, я тут нашла тебе брокер. Очень быстро найдёт квартиру. Угу. Не-не-не, я сама. 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 Свет, ну вот ты опять весь дом вынесла. Зачем? Всё равно же половину не используешь. Зато всегда всё есть. Катюш, мне нужно с тобой поговорить. Я занята. Я вижу, ну, выслушать ты меня можешь? Сейчас неподходящее время. Просто, видимо, подходящего времени у тебя нет. Ты трубку не берёшь, на эсэмэски не отвечаешь, и в кафе от меня пересаживаешься. Мы вообще-то работаем. Я вижу, но это очень важно. Хорошо. У тебя есть сорок секунд. Хорошо. Искрой Ивановну я в больницу отвёл. Я знаю. Спасибо. Вот. С Мариниными детьми посидел замечательно. Роль ей дали. С таксой с пятого этажа гулял раза три, пока у её хозяина давление не стабилизировалось. Диван кому-то помог перенести. Фёдору денег дал. В общем, я все эти дни был тобой. Хорошо. Теперь я сама буду собой, и тебя больше никто не будет обременять своими проблемами. Ну, мне это понравилось. Но я хочу быть тобой. В смысле, с тобой. Подожди. Помните мне, что ты говорил, что я неорганизованная, несистемная, взбалмошная, легкомысленная. Я… У тебя такая программа просто сложная. Я не сразу в ней разобрался. Теперь, значит, разобрался, да. Катюш, ну, подожди. Я понимаю, ты приехала такая уставшая. Я с этим Котовым. Вообще, по-другому хотел тебя встретить. Ну, как встретил, так и… А что, если сделать ей какой-нибудь сюрприз? Что-нибудь такое экстраординарное? Ну, например. Ну, что она любит? О чем мечтает? Любит? Беспорядок. Мечтает стать знаменитой. Да, не густо. Ну, будем думать. Привет, труженики компьютерных морей! Мишань, как новая квартира? О, нормально. Спасибо за брокера. А не за что обращайтесь. Чего вы кислые такие, а? Чего вы кислые такие? Буду вас веселить. А ну… На вот смотри. Ничего себе! Мишань, а иди-ка сюда. Угу. Кажется, у меня есть идея. Я-то думала, что я ему нравлюсь. Да я не сомневаюсь в этом. Да? Ну, а чего он тогда с Зоей по полу ползал? Ну, ты же сама говорила, кота ловили. Я должна ему верить? Конечно. Так это же я его обманывать научила. Про этого самого кота. Ой, гаденька. Мне кажется, что он тебя не обманывает. Глаза у него хорошие. И улыбка добрая. Да. Я тоже так думаю. Иногда. Иногда я так не думаю. Ну, ты не спеши делать выводы. Время. Он и все расставит по своим местам. Ну, головой своей думаете или нет? На сумму это все. Миша личная жизнь разрушается. А ну-ка, будь же ты к человеком! Ладно, 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 ладно. Хорошо. Что конкретно предлагаете? Ну-ка. Мама, когда мы поедем? Надо же! Вот, посмотри, бед, это вы? Это же там, да? Да? Это ты меня послушай! Его срочно надо изымать из продажи! Срочно! Ну куда? Дайте пройти! Что? Что это? Что это значит? Это… Что это такое? Я перезвоню. Я бы хотел тоже узнать, что это означает. Так. Ярослава, а ну позови ко мне ответственного за этот номер. Он уже в приемной. Так, иди сюда. Слушаю вас, Виктор Леонидович. Почему на обложке моего журнала вот эта вот фотография? Фотография? Я… Я… Я не знаю, но все же было слезно, оно утверждено. Вы же сами подписали макет. На обложке была изображена Новикова Аглая. Вот-вот. Погоди. Дальше. Ну, кто-то поздно вечером внес изменения из главного компьютера. Кто? Кто-то? А? Вероятнее всего, это наш новый начальник компьютерного отдела. Вот Селин Михаил. У него только доступ и код. Он уже разыскивается. Я вот документы подготовил к увольнению. Разыскивается? Не-не-не. Не надо этого делать, пожалуйста. Он… 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 Не виноват. Это я виновата. Да, виновата. Виновата. Селин. Селин? Это… Погодите, погодите. Это тот Селин. Это тот самый Селин, который… Ваш жених. Селин. Ну, вы меня ознакомили с ним в ресторане, да? В каком ресторане? Да, погоди. А… Ах, Селин. Слушаю. Да, алло. Сколько? Как? А ты что? Это что, за несколько часов продаж? Ну, так… Да. Нет. Да, давай. Да. Ну, надеюсь, теперь ты её выгонишь? Что? А-а-а… Нет. Нет, наоборот. Наоборот, я предложу контракт на серию новых снимков в нашем следующем спецвыпуске «Модный каприз». Представляешь, оказывается, из коммерческой точки зрения, это самая успешная наша обложка! Да, Глазик! А вот ты как! Зайти, подожди, девочка моя, ну что ты… Девочка моя, ну что ты нервничаешь? Ну, ты же, Гуланов… Ах ты… Что ты стоишь? Иди! Катюш, Катюша, а у меня вот… Катя, Катенька, у меня в голове вот здесь… Послушайте, Катенька, вам не жарко? Я в том смысле, что если, Катя, мы будем ждать пока Селина, так, может, мы обговорим условия нашего нового контракта, вы… Нет, 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 нет. Мы с вами сейчас обсудим судьбу Михаила. Послушайте, он, правда, ни в чём не виноват. Ну, поссорились мы. И он решил сделать мне сюрприз. Я должен признаться, у него это получилось. Для всех. Да. Ярослава, зайди ко мне. Я прошу вас, Виктор Леонидович, ну не увольняйте его, он прекрасный специалист. Да? Что там с нашим героем? Нашли его? Виктор Леонидович, дело в том, что Селин сегодня утром сам уволился. Извините. Извините. Виктор Леонидович, все. Телефон аварийный выключен или наоборот. Угу. Привет. Хлебушка. Держи, держи, я буду делиться с тобой. Держи, держи. Молодец. Эй, а телефон-то тебе зачем? Эй, отдай телефон. Отдай телефон. Я тебя запомнил. Да, большой город — это удивительное место, где за каждым поворотом тебя ждет удача. В один прекрасный момент ты понимаешь. Вот она. Просто протяни руку и ухвати ее за хвост. Знаешь, все это не имеет никакого значения, когда появляется у близких человек. Не важно, что он ворчит из-за разбитой кружки, или потому что ты положил зубную щетку не туда, куда он привык. Потому что он… что он такой единственный. Самый лучший. Э… Ну, спасибо. Теперь я его точно потеряла. Мишель! Почему ты не звонил? Я не мог. Я теперь тоже не могу. Я, между прочим, тебе говорила, что ворона ворует телефон, а ты мне не… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok